Это было наяву. В недрах злобной горы Радруин жил кто-то с белыми глазами. Однажды мир чуть не погиб. Я расскажу эту историю, пока ничего не забыл ее нафиг. Это история о человеке, которого одни считали проклятым, а другие — героям. Но все назвали его Дэспэнк. Ну или Смертошлеп. Судьба сложилась так, что он владел могучим артефактом, известным как артефакт. Смертошлеп хотел стать героем растоптанных, проклятием зла и несущим правосудие, чтобы стать героем, достойным могущества артефакта, чтобы стать героем своего предназначения. История начинается с ведьмы-демона Мисс Хейдминштэнс. Для достижения своей цели Смертошлеп получает последнюю подсказку на кровавом пути, вымощенным сталью и беконом. Странствие, которое, наконец-то, приведет его к артефакту Орсов Хивл Толт. Всем привет, добро пожаловать в Гильдию Леммингов. С вами Линк. И мы сегодня играем, как вы поняли, в Death Spank. Ну, смотрим, по крайней мере. Классная игруха, которая наполнена чудесной графикой, юмором и выглядит как... Ну, нечто похожее на кукольный театр, что ли, я не знаю. Видите, ёлки такие рисованные, весь мир такой полукруглый. А вот один из вид. Ну, такое всё клёвое, я не знаю. Лично мне очень нравится. Вот, плюс игрушка сама Диабло-подобная. Тут инвентарь, перки и всякие разные заклинания. Там заданий очень много. Есть какие-то карты героя. То есть, ну, вот слово о перках. Вот, есть инвентарь, наборы оружия, ну, и мясорубка. Ну, чтобы быстро измельчить предметы в инвентаре, возьмите измельчитель и перетащите его на предмет. Ну, это типа продать. Вытаскаете это всё дело с собой, чтобы не бегать к торговцам. Ну, а вот так вот решили выйти из положения наши разрабы. Так, так переключает пушки. Правый, левый. Вот, и здесь, правый, это... Хорош болтать. Для передвижения используйте мышь или кнопки в сад. Есть вот такой вот туалет у нас. Это чекпоинты. Здесь можно сохраняться. Я чё-то на то, не то нажал. А, вот, но... А если ты погибнешь, то начинаешь игру с последнего активированного флигеля. На главной карте можно телепортироваться между открытыми флигелями. Но не внутрь темницы. То есть, чекпоинты, сейфпоинты, и вот между ними ещё они как телепорты служат. Вы можете по карте между ними перемещаться. Такой туалет забавный. А вот, ну и враги. А, бочки. Конечно, самые главные враги нашего героя в этой игре, потому что... Ни одна из них не выживет. А корочки, тут вот энергия. И вот такая вот фигня, короче говоря, типа накапливается стамина. Видите, кулаки горят, и у него типа суперударом что-то такое. А, вот, кстати. Оружие правосудия. Бех, оружие. Задействуя особые возможности оружия правосудия, когда наполнен индикатор правосудия, наполняй его, ударяй врагов. Вот он, выглядит как пасть. А вот такая, которая кусает нашу энергию. Как его активировать? Фиг его знает. Ну вот он, видимо, сам активируется. Ну не знаю, мне так что-то кажется. Или это враги такие тонкие. Правая кнопочка, одно оружие, левое, другое. Такой вот забавненький слэшер. Я музычку сделал потише, потому что, ну как можно тише, меньше нельзя. Вот. Музон очень похож на... Что-то, я не знаю, из... Шутеров больше, знаете, таких от первого лица. Такой ракешник, что ли. Глупый цыпленок. Выглядит вот так. А можете менять вид. Поменьше, побольше. Цыпленок. Душа цыпленка такая, полетела. Вот. Но, не знаю, никаких профита никакого. Хотя, по-моему, окорочка от них можно получить. С цыплят. Нет, нельзя. Забираем деньги и идем к дому злой волшебницы. Мисс Хайбенстанс. Вот так, Хайбенстанс. Миссис Ха. Будем его называть. Ее. Конечно же, ее. Привет, ведьма Хайбенстанс. Я смертошлеп. Герой до поражения. Победитель зла. Искатель справедливости. Я пришел за артефактом. Эй, хватит болтать, мертвая шлеп. Я прекрасно знаю, кто ты такой. И диалоги у вас появляются, вот. И вы можете поболтать с ней. Если ты хорошо меня знаешь, то какой мой любимый цвет? Плед. Эй, просто повезло. Многим людям нравятся пледы. Попробуем что-то потяжелее. О каком числе, я сейчас думаю? Плед. Ладно, становится жутковато. Вот, и мы можем много узнать, вернее, рассказать о себе. Ты не представляешь, какое путешествие привело меня сюда. И как бы меня это не заботило. Однажды я бился сонном злобных русалок. Преследуя артефакт, я под Поросом прошел через опасную воду кишащей армии злобных русалок. Я и не знала, что у русалок бывает армии. Но это было больше похоже на ополчение. И если уж подумать, может, был это просто лосось. Но если и был, то сексуальный лосось. А ты знаешь, что на пути сюда полно оживших мертвецов? Ну, конечно. Ты не уничтожал их, верно? Это то, что я делаю. Отлично, близится моя ночь на мосту. Я не знаю, что она имеет в виду. Я могу развлечь тебя новыми сказаниями о моих приключениях. Я предпочитаю, чтобы ты это не делал. Я одолел напедренную повязку Алонзо Потрясного. Это было последнее сражение, которое не позволяло мне выйти на местонахождение артефакта. Было тяжко? Ну, ближе к концу. Могу я рассказать развлечь тебя еще новыми сказаниями о моих геройских деяниях? Я развлечение, это не мой конек. Однажды я танцевал с дьяволом под лунным советом. Боже, как по мне это опасно. Не совсем. И только если ты ведешь, к его плюсам можно отнести чертовски классную ламбаду. Могу я развлечь самыми новейшими сказаниями о моих геройских деяниях? Ты знаешь, еще слова помимо героических. Какие-нибудь еще слова тебе известны? Однажды я выжил целую неделю в пустыне. Конечно, именно преследуя артефакт, я оказался глубоко в землях засушливой пустоши. Жара была жуткая, я делал все, чтобы не оставаться под лучами солнца. И после этого я потерял все свои деньги. К счастью, официантка постоянно разносила бесплатные напитки. И похоже, что я оказался в Лас-Вегасе, который расположен в самом центре жестокой и непрощающей пустыни. Так, ну ладно, все, мы уже поболтали с ней. А ну быстро рассказывай, где найти артефакт. Ведьма. Он спрятан в глубине пещеры демонов. Я там поставила мощную защиту рядом с артефактом. И опять же ж, варианты ответа. Так, ладно, ну, будем все смотреть. Еще не существуют преграды, которую я бы не сломал. Тебе ни за что там не пройти. Только не без моей помощи. Ну, разве ты своими волшебством запечатала артефакт в глубинах демоновских шахт? Это была работа, за которую мне платили. Что за цену нужно заплатить, чтобы открыть артефакт? На моих бедненьких дракончиков напала стаи злобных куриц. И я хочу, чтобы об этом позаботились. Об этих курицах по полной. Принеси мне их губы в качестве доказательства. А у куриц вообще есть губы? Конечно же есть. А как ты думаешь, они свистят? Хм, славная мысль. Новый квест. Убей злых цыплят. А, куст эльфа. Давайте его закустим. Почему я постоянно попадаю в инвентарь? Есть. Сориан, ведьма. Баба-яга такая. Дименуч. Так. Окрочок, деньги и давайте пойдем злых куриц. Сначала за чекпоинтимся. На всякий случай, если курицы окажутся особенно злобные. Вход хайбинштанс. Все, 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 все. Я понял. А я жду, думаю, может он сам как-то откатится. А вот злые куры. Злая курица. Опа. Губы злой курицы. Как вам? Два из десяти. Ну вот, вы поняли, да, задание. Вон дракончики. На них нападают злобные куры. А мы, в общем, защищаем дракончиков от злобных курей. Кидаемся в бой. Главное дракончиков не рубить. А то и, в общем, придется отчитываться перед ведьмой. Звук, говорящий нам о том, что все, короче говоря, ок. Ну и тут дракончики, я думаю, справятся. Немного мы их. Какое-то пятнышко золотое забавное. Вы это видите? Но взять я их не могу. Ну вот там есть бочки. Пойдемте на всякий случай к бочкам. Так, мы уравновесили. Ну, хп-шечка нам никогда не повредит. Правильно? Правильно. Куры вот в меньшинстве отступают. Задание выполнено. Пойдемте назад к ведьме. Ой, тут сундук стоит. Гляньте. Как я могу пройти мимо? Огненный топор. Я, видимо, не могу пользоваться огненным топором. Давайте чекнем. Так, у меня 11 губ и огненный топор, видимо, который я не могу. Уровень 2 надо. 67 физически и 82 огонь. 45 и 55. Ну, ох, я хочу огненный топор. Вот, но нужен уровень. Сейчас левел апнем и тогда все будет. Пойдемте к ведьме. Управление, как в доте, мышкой кликаете. Первое милишное оружие. Ну, вот, видите. У меня топор стоит. Сюда можете поставить что угодно. А здесь у меня арбалет на правую. Привет, демоническая ведьма. Я принес тебе губы, ведьма. Ну, не твои губы. Губы, которые ты просила забрать у злобных куриц. А вот он, второй уровень. Мои бедняжки, наконец-то, смогут заснуть снова. Но теперь я хотела... Перетереть твои кости на похлебку. Но на самом деле я очень благодарна тебе за твою помощь. Это много значит. Теперь я помогу тебе добыть артефакт. Но сперва мне нужны ингредиенты, чтобы снять заклинать. А мне нужен волосы феи. Рога ярко-красного демона. И кристальный черепок из липких ям. Я не знаю, что ты готовишь, демоническая ведьма. Видимо, она звучит вкусно. Если твою для тебя особый волшебный кристалл, то ты должен пройти за мои ворота и заполучить те вещи, которые мне не нужны. Я открою их для тебя. Ну, ингредиенты имеются в виду. Ой, там курей. Так. Увеличение уровня. Набрав уровень, нажмите кнопку H для выбора карты героя. Нажмем H и выбирайте первое. Движение на 5% быстрее. Доступна броня на 1 уровень выше. И блок держится на 10% дольше. Ну, не знаю. Быстрее двигаемся, быстрее бьем, быстрее бегаем. Правильно? Правильно. Броня нам пока не нужна. Теперь вы достигли уровня 2. Бич безнравственных. Стране нужен только один смертошлеп. Два по выходным. Здоровье, повреждения и время блокирования увеличились. Здоровье, повреждения и время блокировки автоматически увеличились. Я понял. Карту мы выбрали. Быстрее движемся. Быстрее рубим и так далее. Возможно, неправильно. Я просто... Я не помню. Я, во-первых, не доходил до конца. Я хотел пройти ее, но по каким-то причинам я уже не помню. Нажми на кнопку M для вызова экрана карта. Мапа. Вот она мапа. Вот она. Мисс Хейбин Старанс. Вот мы здесь. А нам надо... А, ну это, видимо, просто описание. Куда-то нам надо пойти. Нам нужны... Вы помните, что нам нужно, да? Рыбак Боб больше похож на доктора. Такого... Такого... Времен Инквизиции, я не знаю. С таким клювом. Возможно, он просто грач какой-то. Я не уверен. Так. Ну, давайте по порядку. Видимо, к нему надо подойти. Бюро Находок. Свалки Бюро Находок содержат любые важные предметы, которые ты забыл, продать или выбросил. Жестянка. Тут пусто. Приветствую тебя, путешественники от Дэспанк. Я целый лес слышали, когда ты разговаривал с... Я и целый лес слышали, когда ты разговаривал с... Это тип-тип какой-то. Помните, был такой персонаж? Так, ладно, ты нуждаешься в правосудии? Расскажу. Я ловил рыбу вниз на озере. Внизу размышлял о своем деле. Вдруг откуда ни возьми, шайка кровожадных гримов высыпала на берег. Я убежал и забыл любимую коробку для снастей. Прости, рыбак, я сейчас занят. Нет, мы же герои. И я верну тебе коробку для снастей, рыбак. И спасибо, Дэспанк. Взяли мы новый квест. Тут пусто. Все еще. В куст эльфа, конечно же. Из черепушки что-то растет. Какие-то перья. Хоронилище. Ага. Это мой ящик, куда я могу скидывать лишку, да? Лишние эти самые. Давайте глянем, что у нас тут вообще творится. Меч. Урон 100 физический. Вернее, топор. Че, какой меч вообще. Тут то же самое, только еще льдом. Здесь намного круче. Здесь 150 физический. Ну, я вот этот бы выбрал. Сюда. Просто перетащить, видимо, да? Этот 100 физический. Давайте 150 возьмем. Колтуна или колотуна, или что это такое? Это все, этот станет. Этот топор станет. Если нам нужен стан, то вот это вот то, что нужно. Так, ну ого. Гляньте на это дело. Хорош? Хорош. 150 чистого физурона. Так, возьмем куст эльфа. Волос эльфа. А, это мы собираем... Все, я понял. Это нам по заданию надо. Одно из заданий собрать волосы эльфа, там, рога дракона или что-то. Вот, кристальный черепок. Кристальный черепок. Чтобы его скрафтить, нужны... Шлама... Что? Шлама... Отстойник. Героически схватить осколок кристалла и принести его госпоже Химбербас, чтобы она сломала печать на артефакте. Но это, это самое, основной квест. Вот. Рога ярко-красного демона 9 штук. Мне нужно найти ярко-красные чертовы рожки для госпожи Хейббернстресс. Стэнс. Хейббенстэнс. Но у бесов только белые рожки. Грим удивительная головоломка. Нужно ее решить, а я буду на шаг ближе... Я буду на шаг ближе к получению артефакта. Волосы эльфов. Вот мы в процессе их сбора. Три странные кусты. Вытащи волосы эльфов и отдай их госпоже Хейббернстресс. Все просто. И потом артефакт будет моим. Вот. И... Отыскать артефакт. Не из легких легендов. Гласит, что артефакт обладает невообразимой силой, которую нужно хранить в надежном месте. Для спасения мира нужен герой, победитель зла и защитник правосудия. Все-таки кристальный черепок нужно какой-то найти. Зараза. Ладно, давайте пока с эльфами разберемся. Злые куры охраняют сундук. Так. Пять из восьми. Блин. Если я одну... Я так и знал. Так, куры, капец вам. Одну только вот ляпнул, видите, и сразу согрел всех. Но зато получим экспы. До свидания, куры, называется. У меня нет ключа, чтобы открыть этот прекрасный сундучок. У меня нет ключа. Чтобы шикарный, потрясный сундук сокровищ. Всего две озвучки. А нужен ключ? Нужен ключ. Ключ иногда бывает в каких-то дебрях. Возможно. Поэтому лазить нужно везде, щупать, смотреть. Вот. Но... Вряд ли он здесь. Так. Стренджи льда. У нас какие-то стренджи есть. Ну, а, это стрелы, видимо, да? Это стержни, боже мой, читатели. Это типа арбалета. Я так подозреваю, но их всего две штуки, по-моему. Или я это с двух рук могу делать? Непонятно пока. Хранилище. Злобная тварь. Просто злобная тварь. Еще куча курей. Бам. Это я себя взорвал. Я горю. Я горю. Что делать? Помоги. А все, этот опор остался. Злобная тварь. Так, вот еще эльфы. Куст эльфов. Пам. Готов. Глупый цыпленок. Из них окорочки выпадают, кстати. Хилят меня. Так что это полезно. Так. С демонами сейчас разберемся. С цыплятами тоже. Вот, зараза, он убегает. Не со всех выпадают, получается. А в конце концов, где мой арбалет вообще? Че он не работает? А, потому что не на кого. Эта тушка просто не исчезает, просто валяются. Так, что у нас с картой? Давайте обследуем... А, назад карта. Назад карта не эта самая. Не работает. Только в одном направлении. А энергия регенерится у меня? Мне интересно. Или... Походу нет. Походу нет регенерации. Запомним на первом зубе она. Запишем. По-моему, зря я поторопился с этими самыми скурями. О, торгаш. Сироток. Приветствую, персонаж мелкой значимости. Здравствуйте, мистер. В чем дело? Твоя лавка с лимонадом стала совсем плоха. Это не лавка с лимонадом. Это официальный киоск звильщика Бонга. И у меня есть посылка, которую нужно доставить Бонгу в его магазин на... Прямо крайке. Видишь ли, я герой и мог бы доставить посылку звильщику Бонгу. Спасибо, мистер. Мост в плакалоре. Наверное, выведены строй, так что подождите пока... Что? Знаешь, я мог бы сделать для тебя что-то такое. Но трудно... При... Подождите, алло. Если принесете мне клейки и капли, я бы много раз догадилась. Надо его муть это. А, в общем, мост разрушен и нужно идти в обход. И там растут злые ядовитые растения. Но если мы принесем ей какие-то ингредиенты, то она нам сделает зевья, которая поможет нам пройти сквозь этих злых ядовитых растений. Короче говоря, вот так это все. Где-то должен быть дневник, да, наших разговоров. Вот, липучка. Липучка. Выполнена. А, это... Угу, все. Потерянный ящик снастей. Это вот нора бонга. А, это для рыбака. А вот она для нора бонга. Мне нужно доставить посылку для бонга к знахарю. В его лавке в городе Плакмакелл. Я слышал, его магазин находится напротив местной лавки Стако. И он печет вкусные шоколадные кексы. Награда малое целебное зелье. И все. Тю. Липучка. Мне нужно убить сочащуюся слизь. Шеломать стойники. И собрать ее капли слизи. Для экс-поставщика сирот. Чтобы она приготовила мне бесплатное зелень уязвимости к растениям-убийцам. А, вот оно что. Мне нужно найти сочащуюся слизь. И собрать ее капли. Капец. Жуть. Ладно, давайте эльфов собирать. Все еще. Так, все. С эльфами мы завершили квест. Крика, типоле такое. Что там с этой полкой? А, я могу купить, да? Ну, нехило. Вишневая краска. Идеальная краска для белых рогов. А, это чтобы красные рога ей принести. Нифига себе, 6 тысяч. Как-то дорого. Дает небольшое уменьшение урона. ХП-шечка и эликсир стойкости, короче. Можно приобрести у этой девочки. Ох, вон я вижу какие-то такие жуткие твари. Так, ну нам надо что-то, что-то для печенька судьбы. Съешь печенька, удачи, счастья, находясь на экране журнала квеста. Так ты сможешь открыть новые подсказки. Так, а у меня карачка есть для отхила, да, получается? Ну, я продолжать буду кусты эльфов собирать. На всякий случай. Я больше ничего не могу здесь залутать. Корова, что с коровой? Мудрая корова. Привет, корова. Ты очень мудр. Как деньки коротаешь? Да, погодка нынче выдалась тёплой. Спасибо за ваш совет, мудреца. Привет снова, добрая корова. Поведай больше о своей философии и взглядах. Обучи меня пути воина, четырёхногий друг. Получи меня пути воина, четырёхногий друг. Понятно, я должен гнуться, как пшеница, и бить, как сливки. Мне ещё так многому надо научиться. Сенсей, корова. Лама, фиг с ней. Я так понимаю, это просто прикол. И вот здесь вот, я помню, можно пройти. Но вот здесь вот растения... Ау, 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 ау. У меня сейчас ещё и... Так, срочно надо чё-нибудь съесть. У меня там куча бёдр жек лежала. Почему? Это быстрый слот, по идее, должен быть. Ага, вот, единичка. Ага, одной ножкой можно захилиться полностью пока. Пока ещё энергия не очень у меня. Так, ну, я не знаю. Туда, наверное, не стоит пока идти, да? Слишком он... Ого. Ого. Биджифант. Нифига себе, мне предстоит с вот этим вот... Чудом драться. Пока, наверное, я туда не пойду. Я второго, вон, пятого. Шансов у меня немного, я так полагаю. Давайте пойдём. Дальше по квесту чё-нибудь соберём. Наведи курсор мыши на то, что ты хочешь... На то, что ты хочешь нацелиться. Доступное действие зависит от того, целишься ты в объект. Во врага или в НИП. Что такое НИП? При удерживании клавиши Shift смертельный шлепок зафиксирует его позицию. Даже во время щелчка. Благодаря чему легче целиться во врагов. Какой-то бред вообще. Я так понимаю, просто при помощи Shift можно... То есть, стрелять, куда я скажу. И всё. Как-то так это работает. Что тут лежит? Вот. Например, гремлин, гоблин и всё. И до свидания. Так. Они, по-моему, и так же ж можно. А, это я на них не пойду, а... Точнее, не побегу, а начну, короче говоря, стрелять. То есть, это атака из позиции, я так понимаю. Ого. Это я крут. Так, надо, наверное, сохраниться здесь. На всякий случай, озёрный вход. Ну, давайте глянем, что здесь есть. О, здесь какие-то ребята стоят, смотрите. У всех носы такие. Приветствую, непритязательный. Смертай шлёп, герой из легенд. Я тут прогуливался, порощи, когда растения вдруг и жили, и напали на меня. Пока я убегал, один из мерзавцев стащил мой бумажник. Не волнуйся, я отберу твой бумажник у этих вороватых растений. Ммм. Пришло время от смертошлёпу навести порядки. Приветствую, интеллигентный инвалид, индивид. Слава богу, здесь герой Дэкспанк. Я исследователь, собираю данные о том, как деревенские танголиты распространились по земле. Но дороги к танголитам слишком опасны для меня. У меня есть инструмент, который может собрать нужные надписи. Но мне нужен кто-то, кто может добраться к танголитам. Я заберу твои надписи, исследователь. Как замечательно! Первый танголит, от которого я нуждаюсь в чтениях, является одним из далёким на юг шахтным уровнем. Просто отпусти этот инструмент на танголит на несколько секунд, и он соберёт нужные данные. Если он сломается или потеряется, возвращайся, я тебе дам ещё один. Капец, зачем они так быстро это делают? В общем, нам надо надписи считать, если я найду. А здесь, в общем, гоблины в шапках. Понимаете, в чём проблема? Блин! Да шо ж такое? Я лучше его руками сейчас завалю. О! Чувак, ничего себе! Как так получилось, что мне полуэнергии забрали какие-то эти самые? Так, ещё стержни. Вот тут кто-то опасный, гримский боец. Зачем я их бью? Надо их, наверное, подгонять. А вон сундучок у того чувака. Тележка из супермаркета. Коробчонку сделали мы. Так. Ребята, а вы как ко мне доберётесь, если я у вас стрелять начну? Ага, начнёте стрелять в ответ. Ну, это же логично. Снадобье могло бы помочь. А могло бы ещё и покушать можно. Опа! Чистоножка куриная. Ну, почти на фул. Захп-шились. Бочки, я так подозреваю, взрываются. Пойдёмте отнесём эту фигню ему. Рыбаку тому. Рыбака тому. Очень красивая игра. Прикольненькая. Но... Вы простите, я буду роковать. Так как я знатный Омар. А в некоторых местах... Приветствую, грустный рыбак. Я думал, рыбаки более смелые. А ты знаешь что-нибудь про артефакт? Прощай, рыбак. Твоя коробка для снастей. Снова с тобой. С тобой удручённый рыбак. Моя коробка для снастей. Спасибо, Дэцпэн. Бум-бум. Что? Эти гадкие гримы украли мою приманку для рыбы. Без неё я никакой не рыбак. Я бы мог убить несколько гримов и вернуть тебе приманку. Не сейчас, нычущий рыбак. Я бы мог убить несколько гримов и вернуть тебе приманку. Спасибо, великолепный герой. Я не успеваю читать, так как они очень быстро меняют. Мне очень не нравится, когда диалог идёт сам с собой. И ты вот кнопочкой бы его проматывать мог, но не можешь, потому что нет такой возможности. Вот как с Тардиували очень удобно. Ты прочитал диалог, кнопочку кликнул, он идёт дальше. Но во многих играх субтитры вот эти, ну так как я в английском не силён, субтитры идут очень быстро, я не успеваю их прочитывать. Особенно, когда ты застарьёшь на каком-то там Хейшберменстрассе или там вот это вот название города. Вот, а субтитры уже меняются. И короче говоря, вот за это сорян бы, а я ничего не могу сделать. Вот, буду импровизировать как-то, пытаться прочитать всё это дело. Но иногда, получается, может не быть. Вот так скажу. Иногда может просто не получаться. Так, я чего-то там набрал, по-моему, уже целую кучу. Коробка, посылка для Бонго. Какому-то Бонго надо посылку передать. А, у меня есть тапки классные, да? Здоровье плюс 10. Это остроносая обувь. Круто и по-геройски выглядит. Здоровье плюс 7. Да, конечно, здоровье плюс 10. Класс. Ну, окей, всё, идём дальше. Мне топор и меч вот эти не нужны, я так понимаю. Можно их просто... Вы хотите разделить топорик на 72 доллара в 108? Хочу. Может, людей продать кому-то могу за полную стоимость? Давайте пока время, вернее, время, говорю. Место пока позволяет, пока не будем это делать. Вот, потом, когда будет у нас фулл... Затар. Так, я вижу... Ой-ой-ой. Какой-то очень жёсткий парень. Не находите? Ну, вот, против топора огня он просто не может устоять. Ну, этот один чувак у меня забрал треть хэпушечки. Я даже не знаю. Мне надо что-нибудь на генерацию энергии. Блин. Сагрил грима ещё. Братья в грим. Ну, если будут много окорочков, в принципе, я согласен. Блин. Это же ядовитая фигня. Убегаем, убегаем. Главное, понять, куда мы убегаем и правильно убежать. Потому что я иногда не вижу курсора и убегаю, куда попало. А вот так можно овнить вот эти штуки. Гляньте, видите, растения эти. Очень странно. У них генерится энергия, что ли. Дофига сильно как-то урона мне наносит эта фигня. Ага, видите, она меня... Такой листик загорается. И, короче, воздействие этой ерунды на меня. А, я ещё она меня и станет, видите? Эта фигня меня ещё и станет. Надо мансить тогда. Ах, попал, ещё и 24 энергии забрал. В сад смерти мы направились. У меня мышка, блин. Что-то дофига она на меня повесила всяких эффектов негативных. Но две штуки мы... Ой-ой-ой, а там их пипец. Нет, ну как-то рано, наверное, туда идти. Я думаю. Сначала нужно отхилиться. Как следует. Так он лопает забавно. Наверняка его можно было. Мне блок классненький. Уровень 3 мне дали. Там есть какой-то сундук. Блин, это опасно всё. Капец как опасно. Ой-ой-ой. Эх. Ага, вот приманку. Вот этих чёрных надо бить, чтобы приманка... Ну, вы поняли, да? Вот у вот этих приманки. Гримский боец. Блин. Меня лучники дамажат ихние. Меня это угнетает немного. А лучники рыжие, да? Вот так вот можно увидеть. Какие лучники. Ну и всё равно. Я дофига по меня потерял здоровье. Как-то, видимо, что-то я делаю неправильно. Либо так должно быть. Вот ещё один, смотрите. Убегаем, убегаем, убегаем. Тут же его... Оп. И всё. Ну, видимо, вот так вот надо как-то их... Манься. В припрыжку. Это мы в ядовитый сад всё ещё идём. Ой-ой-ой, тут духи. По-моему, против духов, я помню, обычные пушки не годятся. Возможно, я просто не туда иду. Я не знал, что там много бочек. Блин, надо было оставить на большую толпу. А я что-то протупил. Так, я какой-то меч взял. Давайте отбежим, глянем. О! Теперь вы третьего уровня. Пробиватель зла. Смертошлёп. Всегда готов славной взбучки. Здоровье, повреждения и время блокирования увеличились. Выберите подарок. На 10 больше рукопашки. На 10 больше рейнджевого урона. И когда денег мало, ты получаешь ещё 10%. Что-то денег мало не бывает, наверное. Выбор очевиден. Либо рейндж, либо милишник. Но я вот не знаю. Я думаю, что я рейндж выберу. Мне надо рейндж вкачивать. То есть дамаг с безопасного расстояния. Я так думаю, что по-моему кунг-фу он всегда хорош. Ага, вот я нашёл, как с ними бороться. Смотрите-ка, я мансю. И он мне ничего сделать не может. То я просто на мышке играл. 5 из 5 приманка. Готово, пойдёмте. Я на клавиатуре начал мансить. То есть правой кнопкой мыши я стреляю. А мансю на клавиатуре. Вот. Отбегаешь, и он не успевает тебя ударить. И таким образом хп не отнимают. Смотрите, я курицу нашёл. Дайте ещё нам глупые куры. Дайте нам окорочков. Нет? Жаль. Очень хотелось окорочков. О, гляньте, тут до сих пор эти штуки лежат. Там куры отреспились. Гляньте. Приветствую, плаксивый рыбак. То озеро было ужасным местом для рыбалки. И ты будешь удивлён. Там, где гримы, там и рыба. Жаль, но... Но обратное тоже верно. Ты знаешь что-нибудь про артефакт? До меня дошли слухи, что... Это есть у ведьмы Димана Хейбинстресс. У меня есть твоя приманка, страдающий рыбак. Спасибо, Деспанкс. Так, стержня огня мы получили. Получили какой-то эксп. Да, уровень, я так понимаю. Это что такое? Что это такое, ё-моё? Это магия или что это? От с небес, святое сжигание. Предел 5. Урон 59 и огонь. Это магия, по-моему. 150 физического урона. Но у нас и так 150 урон физический. Бьёт больше одного врага. Экономит время. А, вот сплэшем можно бить. Ну, топор очень здорово дамажит. Да, в принципе, чё он здорово дамажит? Он дамажит те же 150, только ещё и с огнём. Возгорание. Лучше сплэшем, наверное, бить. Да, я так понимаю. Надо поменять. Вот так вот надо сделать. Вот. Ну, и можно ж менять их потом. То есть, если нужен арбалет. Точнее, если нужен урон. Огнём. Вот. А на меня нападают толпы и... А, у меня отхилили. Целиком и полностью. Ну, хорошо. Пойдёмте, что ли. Включено. Что включили? А, ого. Неплохо. Он больше 150 дамагнул. Деньги. Окорочок. Супер. Можно окорочки фармить. Это хорошо. И, по-моему, ой, 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 здесь бить не надо. А, это вот эти, наверное, которые здесь ходили. Они туда вышли. Так. Я вспомнил свою тактику, свою стратегию. Давай, 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 давай сюда. А, не, вон, резкаться, видите? Чудо-юдо появилось. Так, ну, нам вниз, как я понимаю. Один доллар, видите, за него перестали за них деньги давать. Чтобы я сильно фармом не занимался. Правосудие. О, а тут уже четвертый, гляньте. Зрелый следопыт. А это босс, ё-моё. Так, так, отходим, 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 отходим. И едим на ходу, на ходу едим. Зря, надо было дождаться, пока отхилится до конца. Так, ну, чё, окорочок вернули, норм. Окорочки, классная тема, ребят. Я вам говорю. Правосудие откатилось. Видите, я даже ударить ему не даю. То есть, я останавливаюсь, он замахивается и отбегаю. Вот так вот надо мансить их. Но они респятся. Они, они опять откатываются, поэтому... Ого. Какие-то дела. На. Отстреливаемся, отстреливаемся. Ладно. Там окорочков много есть, ничего, заедим. Пока они пропали. Ну, за них, видите, не даю деньги уже. То есть, я, я, я там, да, но... Но нет. Так, ну, окей. Ага, вот защита. Нажмите пробел, чтобы блокировать атаки врага. Окей. Но он не каждый раз срабатывает. О, тут целебное зелье на халяву. Гляньте, как здорово. Угу. 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 Ну, фармить можно, я вам скажу. Можно фармить смело. Это, видимо... Никогда блоками не пользовался. Зря, наверное, но... Как-то не прет мне. Так. Гляньте, что там какой-то злобный парень вообще стоит, палит во все стороны. Шапочки Санта-Клауса. А ну-ка, я начну стрелять. Алло. Ага. Это каждый раз надо. Не просто держать, а каждый раз его блочить. И бьет он сплэшем сам. То есть... Ё-моё. Наковальня грима. А мне надо было наковальню принести? Мне надо было посылку гриму передать. Кто из них грим нафиг? Так. Мне надо отходить. Что-то у меня критануло, что ли. Так. Я не на те кнопки жму, поэтому нифига у меня не получается. Вы бьете первой клавишей... Ох ты, вот. Израсходовалось, видимо. Бьете первой кнопкой мыши. Вот. В итоге получается, он делает несколько ударов, потом делает сплэш, как я понимаю. Понимаю. Очень неудобно драться. Точнее, неудобно часто. Я жмакаю, он в итоге не бьет, а пробегает. Зелье скрытности. Скрытности. Угу. Так. Ну там много гоб... Ох ты. Смотрите. Денег за них не дают, зато дают кулоны, которые, я подозреваю, очень дорого стоят. Просто стылим на ковальню и все. Бам. Так. Деревню почти зачистили. Я не знаю, нафига мы это делаем. Но нафига-то мы это делаем. Так. Нам надо что-то на отхил. Окорочка, конечно, вещь классная, но... Так, что-то я как-то... Стратегия к вступлению. Но далеко отступать не стоит, я так думаю. Знаете почему? Потому что они сейчас, по-моему, могут заново появиться все. При загрузке то по-любому они все появятся. Давайте что-нибудь покушаем. Чтобы нам покушать. Может, окорочки? Давно их не ели. Видите, уже не до конца отхиливает. Потому как уже третий уровень. И вроде как нам подняли хэпушечку. Сундук-сокровищ. Я не знаю, что это. Применить ключ к сундуку с сокровищем. Ну, давайте ключ. А что мы еще можем? И как это сделать? Угу. Когда мы ключ лутануть успели? Ключ был один. Там, кстати, тоже был запертый сундук. Вот. Тоже бы хотелось на него посмотреть. Мы амулет взяли. Здоровье плюс 15. Вот почему нас не выхиливает. Наделенный... Ограниченным потенциалом младенца. Капец. Это что такое? Перчатки вселяют страх в зло, с которым я сталкиваюсь. И они невероятно удобные. Здоровье плюс 10. У меня есть перчатки? Куда можно... А, у меня обычные перчатки. Вон они стоят. Здоровье плюс 7. Здоровье плюс 10. Конечно. Конечно же. Смотрите, какие клевые. Это сет, похоже, какой-то. А это что? Шар краткой неуязвимости. Героически защищает меня слоем волшебной трусости. Предел минус 5. Я не знаю, что это. Но, похоже, я использовать не могу. Слегка маскирует меня. Предел минус 5. А, предел 5-... Вот так, наверное. Время 1 минута. Непонятно, что это. Но, ладно. Пусть будет. Классный такой тесак. Но топор, по-моему, круче. Вот, не знаю. Вот, чую я. Просто чую я. Так, ну, мы, похоже, лагерь вынесли. Гримский боец. Куда ты ломанулся? Ого, ого. Там лукари. Видали? Нельзя на месте стоять. Вот тот гад меня обстреливает. Арбалетчик. Надо подбежать и вломить ему. Ого, а он еще убегает. Смотрите-ка. Опасно это дело. Блин. Снайпер. Нужно пару раз стрельнуть, отойти. Пару раз стрельнуть, отойти. Я смотрю, работает так. И я его перестреляю. Карачки. Это хорошо. А там вон еще один. А вон там ходит. А, это обычный следопыт. Да какой он нафиг обычный? Он... Ты вид... Вы видели что? У него он сходит с ногой. Из кости которой сделан меч. И он здоровый. Так. Я снайпера активировал походу. Ну, видите, что творит. Стоит за елками и стреляет в меня. Так. Все, я понял. Я вас услышал. Так. Немножко отхилились. Блин. Надо двух теперь валить. А, я же вот так мансить могу. Тюм. Чего я туплю вообще? А, их тогда вообще... О, дробящий молот войны. Хочу. Мне эти снайперы тогда вообще не страшны. Я постоянно забываю про вот это мансение. Что я умею так делать. И тогда фиг они в меня попадут. А я в них буду попадать. Смотрите. Че-че-че-че делаю? Че творю? Ну, вот что он мне сделает? Вообще ничего. Вообще раскидал как... Как гримов просто. Ча я налутаю. Что здесь есть? И мы посмотрим, что я тут набрал-то. Но прежде чем согреть этого, я вот хочу вот с этими разобраться. Потому что... Если... Одного бить, это одно. А когда вокруг него много вот таких мелких... Тем более с арбалетами. Это вот совсем по-другому будет драка проходить. Ну что, попробуем. Или вот того еще мелкого. Жука сагрим. Чтобы он не мешался. А вон там арбалетчик стоит еще. Снайпер. Давайте снайпера снимем. Обойдем. То, что он нас тоже задолбает. Легко. Снайпер повержен. Ну давайте теперь вот с этим. Ох, он бегает. Ё-моё. Так долго я его не промонсю. Но я половину хпшечки у него снял. Он убегает. Он убегает и он хилится. Вы видели? Так. Во-первых, я замакшу энергию. А, я подозреваю, будет жестко. Жестко, жестко. Он стоит. Сейчас мы в него стрел напихаем. Дойдем до половины. А потом пойдем с ним в рукопашку. Попробуем. Хорошо. А если я буду в другую сторону убегать? То есть, не так далеко, а по его мансить территории. Ну, а ну пойдемте. Ага, хорошо я его. Отлично. Не так уж сложно было. А этот что-то вообще не согрелся. Ну вы видели, что у него в руках было? С такими парнями вообще опасно связываться. Когда он тебя бьет ногой чьей-то, оторванной предварительно у кого-то. Кулон удачи. Здоровье плюс 15. Сопротивление 3 льду. А у нас то же самое, только 3 нежити. Но лед нам пока не нужен. Пусть будет нежить. Нежить как бы прикольней. Вот, отлично. Отлично. Вот сопротивление урона стихиям. Наша скорость, наш дальний урон, наш ближний урон, наше здоровье. Побиватель зла. Мой статус. Ну что, давай, гримский боец. А, там еще один снайпер стоит. Снайпер? Окей. Что-то я его не пробиваю. Куда побежал? Снайпер. Ну, я уровень настрелял себе. О, может, вот эти камни тоже надо читать? Озерный парный камень. Угу. Это интересно. Так, давайте чуть отбежим. О, опять нам карты доступны. Класс. Умертвитель нежити. Восстань. Восстань. Вы все в виде нежити. Что за перевод? Восстань. Вы все в виде нежити. Смертошлеп снова уложит вас назад. А, ну надо было до конца прочитать просто. Здоровье, повреждения и время блокировки увеличились. Отлично. Чего я выберу? Блок держится еще на 10. Доступна броня на один уровень выше. Движение быстрее. Движение, конечно. Я хочу быть супер быстрым. Быстрее на 10%. А у меня было на 5, да? Ага, ага. Мы на 5 брали. Может они не суммируются? А, нет, они суммируются. Вот одна на другую я вижу. То есть выходы должно быть на 15 или что? Или как? Или я неправильно беру? Так, давайте вот эту фигню на него. Это не танголит. Это просто озерный камень. Что с ним надо делать? Применить с помощью чуа. А я че? У меня нету ключей. Надо ключи выбивать, видимо, из кого-то. Чтобы эти сундуки. У нас теперь два неоткрытых сундука. Печенька судьбы. Я вот в ту фигню не могу попасть отсюда. Жалко. Хотелось бы. Слишком круто. Ладно. Дневник волшебника. И вон сейв. Сейчас, ладно, еще с одним снайпером мы тут разберемся. Блин, я прям в стрелу бежал. Как он так угадал, куда я пойду? Казалось бы, самые неудобные. Да, но нет. Печенька судьбы. Хочу. Надо, наверное, их открывать. Да, куда-то я в лес побежал. Может, тут есть что-то? Нет, тут ничего нет. Просто нарисованные деревья и не более того. Давайте засейвимся. И на этом я завершу пока наш поход. Я просто засейвиться хотел. Слизкий вход. Ну, мы правильно идем. Вот. Я надеюсь, вам понравилась игрушка. Вы с удовольствием в нее сами поиграете. Я продолжу прохождение, но, может быть, это будет не так часто. Хотя, если вам понравится, то будем вместе приключенствовать по этому миру. С вами был Линк. Всем удачи, всем пока. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok